МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Огонь будет гореть вечно. В канун Дня защитника Отечества Павел Малков говорил о важном. Резиновые квартиры полицейские накрыли центром нелегальной миграции. Белое-голубое небо. В год столетия Динамо участники лыжной гонки выпустили сотню воздушных шаров. Накануне Дня защитника Отечества губернатор Павел Малков возложил цветы к мемориалам на площадях Победы и Маргелова. Причем, как он сообщил в своем телеграм-канале, вечный огонь на площади Маргелова теперь будет гореть всегда. Его включили в реестр Минобороны. Кроме того, сегодня в Рязанской филармонии прошел праздничный концерт. У монумента Победы морозно, но людно. В этот день Павел Малков возложил цветы к мемориальному комплексу и к памятнику воинам-рязанцам на площади Маргелова, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах. В памятных мероприятиях приняли участие представители регионального правительства, Рязанской областной думы, федеральных органов государственной власти, руководство города Рязани. Память павших воинов в честь Дня защитников Отечества почтили минутой молчания. Под троекратный оружейный салют и торжественный марш курсантов Рязанского гвардейского училища ВДВ. Чуть позже на торжественном собрании в Рязанской филармонии губернатор произнес важные слова. Во все времена наши воины не щадили свою жизнь, исполняли свой долг перед Родиной. И сегодня снова нужно отстаивать с оружием в руках суверенитет нашего государства. И Владимир Владимирович дал очень подробную и точную оценку ситуации в мире и в стране. И обосновал задачи специальной военной операции. Речь идет о безопасности нашей Родины, о защите наших людей и защите фундаментальных ценностей. И победа обязательно будет за нами. Мы гордимся вами и теми, кто сейчас на передовой обратился губернатор к присутствующим в зале участникам СВО. Социальных гарантий для их близких все больше. В стране по предложению президента создадут единый государственный фонд, специалисты которого займутся поддержкой семей военнослужащих в индивидуальном порядке. В Рязани это сегодня уже есть. И помощь будет только нарастать. В прошлом году по всем категориям исполнительных производств взыскано более 6 миллиардов рублей, включая задолженность по алиментам 143 миллиона и по зарплате 16 миллионов. Об этом на итоговой коллегии в управлении Федеральной службы судебных приставов заявила ее руководитель Марина Наренкова. По ее словам, в результате принятых мер обеспечен ремонт ряда участков дорог в муниципалитетах, ликвидировано несколько несанкционированных свалок. Особое внимание уделялось приостановлению исполнительных производств в отношении мобилизованных граждан, которые являются должниками. Кроме того, в регионе продолжают наедрять сервисы национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Очередную сеть подпольной регистрации мигрантов вскрыли оперативники управления МВД Паризанской области. Только по предварительным данным у компании было около 20 так называемых резиновых квартир, в которых иностранцев из Азианских республик прописывали сотнями. Больше ста опрошенных свидетелей, еще столько же фиктивно поставленных на учет иностранцев. В этом уголовном деле обвиняемых трое. Рязанцы занимались незаконной миграцией. А как помогли? Миграционный учет, временный. Временный миграционный учет? Да. А каким образом? Фиктивный. Фиктивный? Да. Ну а поконкретнее вот? Фиктивный они там не живут. Где регистрированы, они там не живут. Резиновые квартиры? Да, 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 резиновые квартиры. По материалам следствия, двое мужчин под руководством жительницы Рязанской области не только организовали фиктивную постановку на учет иностранных граждан на территории региона, но и наладили изготовление и сбыт поддельных платежных квитанций и бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства вместо пребывания. До того, как полицейские взяли троицу на прицел, она успела втихую отработать 9 месяцев. Нашли собственников помещений, которые согласились вот так фиктивно зарегистрировать у себя приезжих. Желающих было больше 20, а зарегистрировались у них в 6 раз больше. И то, если округлить. В данной квартире ты чем занимаешься? В данных квартирах занимаюсь чеком. Что значит занимаешься чеком? Изготавливаешь чеки? Да. Для кого? Для людей. Для каких людей? С кем ты работаешь? С солью. Для работы в стране иностранцу нужен патент. Его выдают на год, после переоформляют. За деньги. И как раз чек по этому платежу является подтверждением, что патент продлен и действует. Такие чеки в квартире тоже печатали. На принтере. Цена одного – 500 рублей. Оборудование, говорят, купили в Москве. Там же закупают и специальную бумагу. Это поддельная. Это поддельная. Поддельная, да? Десятки экспертиз, столько же обысков и осмотров мест происшествия. Объем уголовного дела рос как на дрожжах. Сегодня это 15 томов уголовного дела. Впрочем, расследование по статье «Организация незаконной миграции группы лиц по предварительному сговору» или «Организованные группы лиц завершено». Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Максимальный срок – до 7 лет лишения свободы. Сразу две именитые спортсменки, многократные чемпионки мира и Европы по боям без правил, Надежда Шемякина и Любовь Мордвина провели мастер-класс для сотрудников СИН. В то, что у этих необычных инструкторов не по-женски крепкая рука, в Академии единоборств убедились многие. На ковре две мировые чемпионки по единоборствам. Обе – действующие сотрудницы УФСИН, так сказать, совместили работу и хобби. Свой опыт единоборств перенесли на службу, но с некоторыми нюансами. Мы их должны задержать и отконвоировать, да? То есть наши конечные действия должны, что заканчивается, конвоированием противника. Приемы борьбы показывает Надежда Шемякина. Она многократная чемпионка мира по рукопашному бою и чемпионка Европы по боям без правил. Ее визави – Любовь Мордвина, чемпионка мира и Европы по универсальному бою. Показывать все, на что способна, не нужно. Это все-таки не турнир. Вот поэтому броски и удары нетравмоопасны и не сильно расходятся с теми, что прописаны в уставе. Боевые приемы борьбы, безусловно, важны для сотрудника УИЗ, потому что это как бы неотъемлемая часть нашей службы, нашей работы. Поэтому и обучают сотрудников, что это могли сделать аккуратно и мягко. Без вреда, я говорю, также осужденным и сотрудникам. Мастер-класс для сотрудников СИН прошел в Академии единоборств. Отработали и задержание, и освобождение от захватов, плюс защита от ударов ножом и угрозы пистолетом. Самый эффективный прием при вот этом приеме. Что мы делаем? Такой мастер-класс Надежда Шемякина проводит впервые. Помогла тренерская карьера. Поэтому удалось рассказать и о приемах, и о самых популярных ошибках. Боевые приемы борьбы очень важны для сотрудников СИН России, как составляющая часть обучения именно личности сотрудника в системе служебно-боевой подготовки. Это не только защита, скажем так, личной жизни сотрудника, но еще и также выполнение поставленной задачи при несении службы. Каждый прием, каждое движение должно быть доведено до автоматизма. Вот и повторяют все раз за разом, потому что цена одной ошибки – жизнь конвойного. Партнер программы «День города» – выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Свежие морепродукты премиального качества к вашему столу до 25 февраля, включительно возле торгового центра «Премьер». Традиционно в конце февраля россияне готовят блины по различным рецептам, устраивают развлекательные мероприятия и проводят ритуальные церемонии в рамках главного праздника последних зимних дней – Масленицы. В 2023 году Масленичная неделя приходится на период с 20 по 26 февраля. Даты проведения Масленицы всегда приходятся на неделю перед Великим постом, который отсчитывается от дня Пасхи. Дата главного христианского праздника ежегодно определяет лунный календарь, основанный на фазах ночного светила. В 2023 году мероприятие «Сырной седмицы», как Масленицу называют христиане, проводится с 20 по 26 февраля. Каждый праздничный день уникален по значению и традициям. На Масленичной неделе, которая длилась 7 дней, как раз-таки это все предварило Великий пост. И уже на Масленичной неделе нельзя, например, было есть мясо, можно было есть зато вдоволь и масло, и сыр, и творог, и сметану, и яйца, и рыбу. Ну, а вообще еще у Масленицы было очень разных имен, много-много-много. Она была и широкая, и веселая, и объедуха, и честная. Но вот у нас в Рязанском крае ее называли «Маслина» или «Сырница». В этот период принято отложить все дела и проводить время за развлечениями, прогулками и забавами. Многие игры, соревнования и хороводы, которые были популярны во все времена Древней Руси, сохранились и до наших дней. В воскресенье сжигали чучело-масленицы. Снова по деревне, на санях катали чучело под сопровождение ряженых и детей. А после за околицей чучело торжественно сжигали. Считалось, что вместе с чучело-масленицы сгорали и в себе до несчастья уходящего года. Ну а в Рязанской губернии была такая традиция – вместо чучело-масленицы шикали с ног соломы. Таким образом зазывали весну, притягивая ее скорейшее наступление. Вообще изначально Масленица – праздник, посвященный славянскому богу солнца Ярила. Круглый золотистый горячий блин символизирует это небесное светило. Сейчас первоначальный смысл почти утрачен, но Масленица неизменно связана в сознании людей со сдобным угощением и встречей гостей. Более ста спортсменов из разных районов Рязанской области встали на лыжи в поселке Сынту. Здесь прошла гонка, посвященная юбилею Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». В этом году у него вековой юбилей. В честь этого участники соревнований выпустили в небо сотню белоголубых воздушных шаров. Юбилей физкультурно-спортивного общества «Динамо» база в Сынтуле встречает белоголубыми тонами. Ровно сто воздушных шариков отправилось в небо, и сотня же любителей лыжных гонок от 11 лет и старше вышла на старт трех дистанций – на полтора, три и десять километров. В преддверии 100-летия «Динамо» лучшего спортивного общества мы открываем настоящий праздник спорта, здоровья, молодости и опыта. Желаю всем участникам хорошего скольжения, великолепной трассы. Пусть победит сильнейший. Технических ограничений у гонки не было, быстрота была превыше всего, поэтому все бежали коньковым ходом. Все как у взрослых. Цифровая фиксация скорости, онлайн-таблица результатов. Победили те, кому и положено. Впрочем, особо расстраиваться проигравшим не стоит. Год для «Динамо» юбилейный, а значит, это будет одна большая спартакиада по разным видам спорта. Только в этом году мы существенно постарались нарастить количество турниров. Проводил в итоге в городе Рязани, в Рязанской области. То есть даже на этой неделе мы провели четыре турнира. Тем временем в поселке Ермиш Рязанского района динамовцев было тоже в избытке. Здесь бежали гонку памяти майора милиции Владимира Пименова. По уже 20-летней традиции спортсмены всех возрастов выходят на старт трассы на Чудочкиной горе. В этот раз разница между самым юным и пожилым участниками составила 60 лет. Лыжный спорт, в принципе, один из основных у нас в Рязанской области. Поэтому я хочу вам большое спасибо сказать, что вы сюда прибыли. И не только из Рязанской области. Поэтому всего вам самого хорошего. Спасибо, что принимаете участие. Пусть победители сегодняшние. Всем призерам и победителям 21-го турнира по лыжным гонкам памяти Владимира Пименова вручили медали, дипломы и памятные подарки. А еще представители общества «Динамо» провели среди участников лотерею, в которой призами стала спортивная форма и аксессуары. Морепродукты с выставки продажи икра и рыбы Камчатска возле торгового центра «Премьер» давно полюбилась рязанцам. Праздничная неделя, масленица, День защиты к отечеству и предстоящие длинные выходные располагают к тому, чтобы вкусно поесть, пригласить гостей. Изюминкой праздничного стола непременно станут вкусная рыба и икра. В преддверии длинных праздничных выходных многие закупаются продуктами к столу, чтобы порадовать своих защитников в их день. Рыба и икра – лучшее угощение. Особенно в период окончания зимы, когда витаминоз становится острее, организму требуется витаминная поддержка, оказать которую могут свежие и качественные морепродукты. Поэтому рязанцы закупаются здесь, на выставке продажи «Икра и рыба Камчатская». Ой, купили много всего на пробу. Понравится, еще придем. Кстати, гарантии качества и вкуса можно назвать и то, что сомневающимся покупателям дадут попробовать товар прямо у прилавка. И тогда уже никто не устоит. Мы взяли икру и белорыбицу. Очень нам нравится белорыбица и икра. Вот решили себя побаловать. Всегда здесь покупаете? Всегда здесь покупаем. Рыбку всю хорошую любим. А за что любите здесь покупать? Посочнее, посвежее. Выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» в Рязани до 25 февраля включительно. У главного входа в торговый центр «Премьер». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv, на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 20 по 25 февраля. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова